Согласованность государственной политики Достижение этих целей является почти исключительно вопросом государственной политики, так как необходимо централизованно решать проблемы несовместимости управления синергией. Для проведения в жизнь государственной политики у правительства имеется множество инструментов, одни для краткосрочных мер и другие для долгосрочных мер. Краткосрочные меры – это то, что в экономике называется коммунитурной политикой, которая влияет на экономический рост, занятость, стабильность цен и внешние платежные балансы. Правительства имеют в своем распоряжении несколько видов политики. Во-первых, бюджетная политика. Например, если мы хотим стимулировать экономику, мы можем увеличить государственные расходы, что поможет увеличить спрос на промышленные товары и, как правило, стимулировать экономическую деятельность и рост занятости. Во-вторых, существует налоговая политика, применительно к ставкам налогообложений, что важно для населения и хозяйства. Сокращение ставки подоходного налога способствует повышению покупательной способности и, следовательно, стимулирует потребление, что повышает спрос и спрос на промышленные товары. Также существует кредитно-денежная политика, которая позволяет влиять на процентные ставки, а значит и на объем кредитов, доступных в экономике, тем самым увеличивая спрос. Существуют также прочие нормативные инструменты, такие как решение об установлении минимальной заработной платы или увеличение минимальной заработной платы. Кроме того, существуют стратегии, направленные на структурирование экономики в среднесрочной и благосрочной перспективе. Их называют структурной политикой. Они могут оказывать влияние на потенциал роста экономики стран, на распределение по отраслям, на отраслевые специализации в сельском хозяйстве, промышленности, в секторе услуг, а также на социальную сплоченность. Правительства могут выбрать курс на сокращение неравенства и проведение интернационистской социальной политики. Это выбор экономической политики. Пример промышленной политики. Ряд развивающихся стран, начиная с 60-х годов, приступил к созданию зон экспортного производства. Эти свободные зоны, в которых в основном присутствовала текстильная промышленность, как в случае у Струмаврикия и Туниса, пользуются выгодными тарифами на импорт сырья, а также налоговыми льготами. Речь идет о внедрении упреждающей стратегии продвижения экспорта. В сельскохозяйственном секторе существует ряд доступных правительству рычагов, например, предоставление субсидий на производство определенных продуктов питания, что позволяет обеспечить гарантированный минимальный доход для фермеров. Или, наоборот, правительство может выбрать более низкие цены, чтобы эти экспортные производства, продовольственные товары оставались конкурентоспособными на внутреннем рынке или приобретали конкурентоспособность на внутренних рынках. Эта политика может сопровождаться политикой в сфере профессионального образования, области инноваций, науки и многочисленных политических инструментов в области экологии. Приведем в качестве примера магический квадрат Калдора, посткенессианского экономиста, который консультировал ряд правительств Севера и Юга в 60-х и 70-х годах. Он показывает, что существует четыре трудноуправляемых цели экономической политики. Экономический рост, занятость, стабильность цен и внешний баланс, включающий торговый баланс. Но не только. Рассмотрим пример влияния стимулирующей политики. Будь то увеличение государственных расходов, бюджетная политика, налоговая политика, снижение ставки налогообложений или нормативная политика, увеличение минимальной заработной платы. Она приводит к экономическому росту и создает рабочие места. Можно обратиться к цели устойчивого развития номер 8 на правильное содействие экономическому росту, занятости и достойным условиям труда. Но Калдор отмечает, что согласно большому объему долгосрочной статейки, собранной в развитых и развивающихся странах, этот рост, а иногда и снижение уровня безработицы, сопровождается инфляцией, которая снижает покупательную способность населения. Что с другой стороны, могут пагубно сказаться на какой-то способности стран, поскольку инфляция приведет к увеличению экспортных цен по сравнению с инфляцией. Что касается внешнего баланса, то можно обратиться к цели устойчивого развития 17, затрагивающей международное партнерство как торговли между странами, так и отношения между государственными и частными авторами и прочим. То, что не учитывал Калдор, это проблема неравенства, которая приобретает все большее значение в международном поездке дня, особенно в поездке дня цели устойчивого развития. Цель устойчивого развития, как вы все знаете, а также сокращение и исключение бедности. Цель устойчивого развития номер один. Связь между экономическим ростом и неравенством и сокращением неравенства не является самой собой разумеющейся. Зачастую сокращение неравенства должно быть предметом активных мер. Это прежде всего вопрос государственной политики. Что касается окружающей среды, опять же, в 60-х и 70-х годах проблема окружающей среды была менее острой. Но теперь, наряду с поддержанием экономического роста, необходимо проводить политику защиты окружающей среды, учитывать изменения климата. Это относится к целям устойчивого развития от 11-й до 15-й, устойчивое потребление и производство, устойчивый город, сохранение морских и наземных экосистем и борьба с изменением климата. В конечном счете, государственная политика — это вопросы выбора, и согласованность между этими политическими инструментами очень важна. Она должна основываться главным образом на способности правительства разрабатывать среднесрочные и угасочные стратегии, на возможности выбора политики или политических инструментов, которые могут иметь положительные, смешанные или в конечном итоге отрицательные кумулятивные эффекты. Когда политика разработана и внедрена, способность управлять мерами основана на качестве институтов, и экономисты в течение ряда лет, начиная с 60-х годов, стали свидетелями появления институциональной экономики. Но даже экономисты, преобладающего толком в своих оценках, отметили необходимость учета качества институтов. Это полностью соответствует цели устойчивого развития 2016, мир, юстиция и справедливость, эффективность государственных институтов. Сначала следует запомнить несколько моментов. Задача государственной политики — сначала решать противоречивые цели, такие как и цели устойчивого развития. Правительство имеет в своем распоряжении ряд фундаментальных инструментов. Выборы государственной политики зачастую затрагивают страны на долгосрочной основе, и не может быть хорошей государственной политики без хороших политических институтов и политической воли. Продолжение следует...